Здравствуй, третий классник. Тема нашего урока – век. Сегодня на уроке ты узнаешь, сколько длится век, научишься сравнивать единицы измерения времени, выполнять арифметические действия с единицами измерения времени. Ты уже знаком с единицами времени – секунда, неделя, минута, сутки, год. Давай проведем Блиц-турнир и вспомним, что ты уже знаешь об этих единицах времени. Как одним словом можно назвать день и ночь? Сутки. Сколько дней в году? 365 или 366. Сколько месяцев в одном году? 12 месяцев. Сколько секунд в одной минуте? 60 секунд. Сколько минут в одном часе? 60 минут. А теперь я предлагаю тебе решить примеры. Тебе необходимо будет перевести минуты в более мелкую единицу измерения времени – секунду. Пример первый. Найди, сколько будет 4 минуты 40 секунд разделить на 7. Ты знаешь, что 1 минута – это 60 секунд. Тогда 4 минуты – это 240 секунд. И еще 40 получается 280 секунд. 280 секунд разделить на 7 равно 40 секунд. 230 секунд. Пример второй. К 230 секунд. Пример второй. К 230 секунд прибавь 3 минуты 50 секунд. Ты знаешь, что 1 минута – это 60 секунд. Тогда 3 минуты – это 180 секунд. И еще 50 секунд получается 230 секунд. 230 секунд плюс 230 секунд равно 460 секунд. Пример третий. 180 секунд умножить на 5. Правильно. 900 секунд. Пример четвертый. Найди, сколько будет 9 минут 20 секунд минус 210 секунд. Ты знаешь, что 1 минута – это 60 секунд. Значит, 9 – это 540 секунд. И еще 20 получается 560 секунд. 560 секунд минус 210 секунд равно 350 секунд. Молодец! Ты справился с заданием. Расположи ответы в порядке возрастания. То есть от меньшего к большему. Прочитай пословицу. Что у тебя получилось? Правильно. В единстве наша сила. В нашей стране проживает более 130 национальностей. В прошлом столетии, 18 октября 1995 года, по представлению первого президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева, 1 мая был учрежден Днем Единства Народов Казахстана. Какую неизвестную единицу времени ты встретил в тексте? Верно. Столетие. Синоним слова «столетие» – век. Век – это единица измерения большого периода времени, равная 100 годам. Коротко записываю так. Рассмотри внимательно таблицу. А знаешь ли ты, что есть деревья, которые живут более двух веков? Какие это деревья? Давай подумаем. Один век – это 100 лет. Значит, два века – это 200 лет. А тебе нужно найти деревья, которые живут больше 200 лет. Какие это деревья? Давай их назовем. Правильно. Ель, тополь, липа. А теперь назови дерево самой короткой продолжительностью жизни. Верно. Рябина. Используя данные таблицы, я составила задачу. Продолжительность жизни ели составляет 500 лет, а рябины – 80 лет. Насколько больше продолжительность жизни у ели, чем у рябины? Верно. Чтобы узнать, насколько одно число больше или меньше другого, нужно от большего отнять меньшее. 500 минус 80 равно 420 лет. Ответ. На 420 лет продолжительность жизни у ели больше, чем у рябины. А теперь давай попробуем сравнить различные единицы времени. Поставь знак «больше», «меньше» или «равно». Итак, сравним 2 года, 4 месяца и 32 месяца. Для сравнения тебе необходимо выразить единицы измерения времени в одинаковых единицах измерения. Переведи 2 года, 4 месяца в месяцы. Ты знаешь, что 1 год – это 12 месяцев. Значит, 2 года – это 24 месяца. И еще 4 – 28 месяцев. Очевидно, что 28 месяцев меньше, чем 32 месяца. Тогда можно сказать, что 2 года 4 месяца меньше, чем 32 месяца. Сравни. Для сравнения тебе необходимо перевести 7 веков в года. Ты знаешь, что 1 век – это 100 лет. Значит, 7 веков – это 700 лет. И еще 1 год – получается 701 год. Очевидно, 658 лет меньше, чем 701 год. Тогда можно сказать, что 658 лет меньше, чем 7 веков 1 год. Сравни 5 веков 42 года и 54 года. Итак, 5 веков 42 года – это 542 года. Очевидно, что 542 года больше, чем 54 года. Тогда можно сказать, что 5 веков 42 года больше, чем 54 года. Сравни 6 минут 15 секунд и 385 секунд. Переведи минуты в секунды. Ты знаешь, что 1 минута – это 60 секунд. Значит, 6 минут – это 360 секунд и еще 15 – 375 секунд. Очевидно, что 375 секунд меньше, чем 385 секунд. Значит, 6 минут 15 секунд меньше, чем 385 секунд. Продолжим наш урок. Я предлагаю тебе решить задачу. Послушай текст задачи. Первый день – национально-культурный комплекс «Этно-аул» города Астана, ныне Нур-Султан, посетили 150 туристов. Во второй день – на 57 туристов меньше. В третий – столько, сколько за первый и второй день вместе. Сколько туристов посетило мероприятие в третий день? Прочитай еще раз текст задачи. Подумай, какую краткую запись ты составишь. Какие слова для оформления краткой записи ты выберешь. Итак, туристы посещали «Этно-аул» в течение трех дней. Первый день – 150 туристов. Во второй день – мы не знаем, сколько туристов посетило комплекс, но нам известно, что их было уже на 157 туристов меньше. В третий день – туристов было столько, сколько в первый и второй день вместе. Подумай и составь план решения задачи. Сколько действий будет в этой задаче? Что ты узнаешь первым действием? Что ты узнаешь вторым действием? Проверим план решения. План решения задачи будет таким. Первым действием мы найдем, сколько туристов было во второй день. Вторым действием мы узнаем, сколько туристов было в третий день. У тебя есть краткая запись. Есть план задачи. Приступай к ее решению. Предлагаю перейти к проверке. Проверим, какой результат у нас получился в первом действии. Для этого мы из 150 вычтем 57. Получится 93 туриста. Значит, 93 туриста посетила комплекс во второй день. Проверим второе действие. Во втором действии мы сложим количество туристов, посетивших комплекс в первый и во второй день. И узнаем, сколько туристов посетила Этна-Оул в третий день. Сумма 150 и 93 составляет 243. Значит, в третий день комплекс посетила 243 туриста. Ответ. В третий день комплекс посетила 243 туриста. А теперь я предлагаю тебе решить логическую задачу. Мама купила красную, зеленую, желтую ткани, чтобы сшить платье для Алмы, Жанар и Камилы. Ткань для Алмы не зеленая и не красная. Для Жанар не зеленая. Какие цвета ткани были куплены для каждой из девочек? Давай порассуждаем. Для Алмы не зеленая и не красная. Значит, для Алмы – желтая. Для Жанар и Камилы остается зеленая и красная. Для Жанар – не зеленая. Значит, для Жанар – красная. Для Камилы остается зеленая. Теперь ты знаешь, что большие промежутки времени измеряют веками. В одном веке – сто лет. Умеешь сравнивать единицы времени, выполнять арифметические действия с единицами времени. Ну вот, наш урок подошел к концу. Спасибо тебе большое за активное участие. До новых встреч!